Многие мужчины не понимают, почему женщина не живется спокойно. Ну казалось бы, у тебя все есть. Муж, дети, дом. Чего еще тебе нужно для счастья? Но женщина постоянно устраивает скандалы, создает дома невыносимую психологическую обстановку, изменяет, и в итоге разрушает семью и ломает жизнь всем. Мужчине, детям и в том числе самой себе. С точки зрения здравого смысла это объяснить невозможно. Но для зависимого человека такое поведение вполне обычно. В начале 90-х одна девчонка рассказывала мне, что ездит в парк Горького прыгать с тарзанки. Тогда они только появились. Причем не то, что она один раз ездила, прыгнула и на этом все. Нет, она туда ездила постоянно. Потом адреналина, видимо, стало не хватать, и она посеяла на тяжелые наркотики. Последний раз, когда я ее видел, она стояла на трассе и предлагала пососать хуй всем желающим, чтобы заработать на дозу. Причем до того, как она снаркоманилась, девка была очень симпатичная и молодая. Когда это все началось, ей, по-моему, было 17 лет. С тех пор я ее больше не видел, она куда-то пропала. Скорее всего, померла от передоза. Так вот, для того, чтобы объяснить поведение женщины, нужно понимать, что вы имеете дело с эмоциональным наркоманом. А поэтому приводить ей какие-то разумные аргументы и брать с нее обещания бесполезно. Это не работает. Вы что думаете, наркоману ни разу не объясняли, что употреблять наркотики это плохо? Да, конечно, объясняли тысячу раз. Но, тем не менее, он все равно продолжает это делать. Поэтому, если вы планируете иметь с женщиной что-то общее, то для того, чтобы она все не разрушила, обращаться с ней нужно, как врач обращается с наркоманом. Только так вы сможете хотя бы частично обезопасить себя от неприятных сюрпризов с ее стороны. Все, камера у вас снимает. Делаем уверенный шаг, не раскачиваем. Нет, не могу. Ниже, ниже, держим, ниже. Садимся. Я очень боюсь. Я не упаду. Надеемся. Пожалуйста, я не хочу падать. Как мне сесть? Вот так? Садитесь. По-любому свободное водение у вас будет. Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица. А вы мне привязали? По-моему, да. Нет, пожалуйста, привяжите меня. Обещаю, ничего не могу. Первый рабочий день у меня. Голову ниже, голову ниже. Не раскачивай меня. Эмоции главное, себе не держите, глаза не закрывайте. Как не закрывать, если страшно? Ещё рано, ещё рано. Я заранее. А так, если заранее не будете, во время полёта и так не сможете. Попробуем ниже. Давайте, друзья, поддержим. Если готовы, считаем до трёх. Раз, два, три. Пекин заела. Нормально! Ааа! Ааа! Оооо! Блин!